Мир вам и Божьи благословения, дорогие братья и сестры! Приступим к рассмотру окончания Литургии Святого Иоанна Златоуста. По чину служебника, после песнопения Ведиком Святой Истины, священник, когда есть сослужащий диакон, возносит чашу со святыми дарами. И, поворачиваясь к людям, чашей благословляют молящихся и переносят чашу со святыми дарами с престола на жертвенник. Это как бы символизирует собой момент Вознесения Господня, Когда Господь, исполнив свое земное служение, на глазах своих учеников на Елеонской горе, отступил, сказанное в Евангелии, от них и вознесся на небо. И, когда переносит священник чашу на жертвенник, он произносит эти слова «Вознесися на небеса Божия и по всей земли слава Твоя». Слова псаломского стиха. А хор поет в это время песнопение, благодарственная молитва, по сути, после причащения, «Да исполнится уста наше хваление Твоего Господи». Это тоже момент богослужения очень ответственный. И, несмотря на то, что принято петь это песнопение речитативом, прошу дорогих церковных певчих никогда в этом месте не спешить. А я наиграю напев, который помещался в обиходе церковного пения «Опотребительность церковных распевов». Вот такой сборник у нас 1902 года. Я на него ориентируюсь, потому что, на самом деле, несмотря на издание начала 20 века, этот обиход составлялся в 18 веке, и все песнопения в него включались из древних певческих книг, которые были записаны крюковыми знаками. Итак, «Да исполнится уста наше». Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи, «Я готовим славу Твою». «Я, Господа, безнеси вас, причаститесь к Святым Твоим Божественным». «Бессмертным и живо творящим Твоим Божественным» Послушать же я сегодня предлагаю Петра Ильича Чайковского. На обиходный напев у него написано это песнопение «Да исполнится уста наше». А мы прощаемся с вами до завтра. Завтра мы рассмотрим еще один вариант этого песнопения. С Богом! «Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи!» «Я, Господом, воем славу Твою!» «Я, Господом, если нас причаститесь к Святым Твоим Божественным» «Бессмертным и живо творящим тайга!» «Бессмертным и живо творящим тайгу!» «Я, Господом, воем славу Твоим Божественным» «Бессмертным и живо творящим тайгу!» «Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. «Яснопение» в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Вородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии рождественского поста, песнопения из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.